МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа экстренный выезд в студии Георгий Разуваев. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах в сегодняшнем выпуске. Начальник УМВД России по городу Обнинску Сергей Воронежский провел встречу с педагогическим составом лицея технический. Все сбережения во спасение. Пожилая жительница Обнинска поверила, что ее внучка совершила ДТП и отдала в руки мошеннице почти миллион рублей. Все, приехали. В центре города перевернулся автомобиль Яндекс.Такси. И очередная хроника дорожных происшествий, которыми наполнена эта неделя. Это и многое другое смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. Одним из распространенных видов преступлений, регистрируемых на территории региона, являются мошеннические действия. Жертвами, как правило, становятся доверчивые граждане, в особенности лица пожилого возраста. Чаще всего подобные преступные посягательства совершаются в одиночку, либо вдвоем. Преступники заходят в квартиры граждан под предлогом оформления документов на получение пособий или социальных выплат, приобретение продуктов, питания по дешевым ценам, представляются сотрудниками различных социальных служб, САБЕСа, военкомата, Горгаза и так далее. В процессе ложного оформления документов, беседы, других действий отвлекающего характера, злоумышленники тайно похищают ценные вещи, находящиеся в квартирах потерпевших. Кроме того, полиция обращает внимание граждан на новый вид мошенничества. В ряде регионов отмечены случаи, когда злоумышленники пытаются проникнуть в квартиры одиноких пожилых людей, представляясь их дальними родственниками, приехавшими ненадолго погостеть. Чтобы не стать жертвами мошенников, не соглашайтесь на предложения случайных людей погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия. Не пускайте в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой. Не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДДП или преступление, и которых можно за деньги избавить от ответственности. Не соглашайтесь и на предложение обменять ваши деньги на новые купюры. Уважаемые граждане, будьте осторожны. 29 марта в дежурную часть города Обнинска поступило заявление о краже, которая произошла в одной из новостроек, расположенной на проспекте Маркса. Злоумышленники похитили средства пожаротушения, установленные в специальных ящиках на каждом этаже. Воры умудрились обчистить целый подъезд с первого по самый верхний этаж. Никто из сотрудников охраны, видимо, не услышал подозрительный шум. Кому вора собираются продавать награбленные, остается только догадываться. Точное количество похищенного и ущерб на данный момент устанавливаются. В этот же день в полицию обратилась и местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенницы. По словам потерпевшей, когда она шла утром в магазин, к ней подошла незнакомая женщина. Разговор она начала с того, что раньше работала с ее дочерью и узнала, что с внучкой пенсионерки случилась беда. Испугавшись, бабушка спросила, в чем дело. Незнакомка пояснила, что девушка сбила на машине 10-летнего мальчика, и чтобы ее отпустили из полиции, необходим выкуп. Бабушка хотела позвонить родственникам, но та ее отговорила, якобы ее дочь попросила никому о случившемся не рассказывать. Поверив в эту историю, пенсионерка пришла домой вместе с женщиной и при ней достала из шкафа свои сбережения – 5000 евро и 150 тысяч рублей – и отдала в руки незнакомке. А после ее ухода обнаружила, что из шкафа исчезла и шкатулка с золотыми украшениями. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и позже все-таки позвонила внучке, которая сообщила, что она на работе и у нее все в порядке. Потерпевшая сообщила правоохранителям о случившемся и пояснила, что она знала о подобных видах мошеннических действий, но история злоумышленницы на тот момент показалась правдоподобной. Расследование этого дела продолжается. Следственным отделом ОВД России по городу Обнинску расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий под предлогом продажи товара через интернет-сайт. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными и осторожными при покупке товаров через интернет. Помните, что объявление может быть размещено мошенниками, которые, получив предоплату, не выполнят обязательства по доставке товара. В этом смог убедиться местный житель, обратившийся в дежурную часть полиции с заявлением о подобном виде преступления. Как было установлено, неизвестный гражданин под предлогом продажи фрезерного станка завладел денежными средствами заявителя в размере более 70 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он нашел объявление о продаже и позвонил по указанному телефону. С ним разговаривал мужчина, который обещал, что после оплаты товара осуществит отправку через транспортную компанию. Однако в определенное время товар доставлен не был. Перезвонив снова по указанному в объявлении телефона, мужчина заверил, что волноваться не стоит и нужно подождать несколько дней. С целью уточнить местонахождение товара, заявитель перезвонил в транспортную компанию. Как выяснилось, на его имя ничего не поступало. А после исчезло и объявление с сайта, а телефон продавца был недоступен. В настоящее время следствие по данному делу продолжается. Каждый год 1 апреля отмечается международный веселый и шуточный праздник – День смеха. В этот день люди разыгрывают друг друга, шутят над друзьями, родными и коллегами. Но в Обнинске в этот понедельник представителям местных супермаркетов и сотрудникам полиции явно было не до смеха. Уже с раннего утра в дежурную часть Наукограда начали поступать тревожные сообщения. Сотрудники супермаркета, расположенного на проспекте Маркса, 79, обнаружили крупную недостачу. Как выяснилось позже, днем 31 марта в торговый зал зашел неизвестный молодой человек и похитил 47 пачек сливочного масла. Товар злоумышленник спрятал так искусно, что спокойно миновал кассиров и охранников. Пропажу удалось обнаружить лишь, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Следом сообщение о краже поступило из супермаркета на улице Курчатова. Там вечером 30 марта двое воришек похитили свыше 50 банок растворимого кофе. Злоумышленники спрятали товар в сумку и быстро покинули место происшествия. Продажная стоимость бодрящих напитков составила свыше 14 тысяч рублей. Не обошли стороной торгово-развлекательный комплекс на проспекте Маркса. Заглянув в детский магазин, мужчина, личность которого на данный момент устанавливается, взял с полки две банки питания для малышей. К сожалению, оплачивать данный товар гражданин не захотел и, спрятав банки, ловко скрылся из магазина. Ущерб нанесенной торговой точки составил более 4 тысяч рублей. В настоящий момент ведется сбор необходимой информации и розыск подозреваемых. За помощью к стражам порядка обратился и местный житель. По словам мужчины, он возвращался домой и увидел, что две незнакомые женщины куда-то везут его детскую коляску. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали гражданок. Со слов женщин, злого умысла они не имели. Они работают уборщицами. Увидев, что в подъезде стоит детская коляска ненадлежащего качества, подумали, что она бесхозная и решили утилизировать ее в ближайший мусорный бак. В итоге все закончилось благополучно и вещь была возвращена владельцу. А сотрудники полиции еще раз предупреждают жителей и гостей города. Во избежание подобных случаев не оставляйте личные вещи без присмотра на улицах или в подъездах жилых домов. Не до веселья в этот день было местным автолюбителем. В два часа дня на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. За рулем автомобиля марки «Опель» находилась девушка. За рулем «Мазды» – мужчина. К счастью, пострадавших в этой дорожной истории нет. Как и по каким причинам произошло это ДТП, установят сотрудники госавтоинспекции, так как у каждого водителя своя версия произошедшего. Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Лилия Машкова, в Калужское управление Следственного комитета России теперь можно обратиться через социальные сети. Для обеспечения наиболее полного и широкого доступа населения к информации о деятельности регионального управления Следственного комитета России созданы и функционируют сообщества в социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники и Ютуб. Учитывая возрастающую популярность приемной председателя Следственного комитета России в социальной сети ВКонтакте, аналогичный формат общения и оперативное взаимодействие с гражданами активно развивается и в регионах. Так, каждое следственное управление имеет страницу в социальной сети ВКонтакте. Работа приемной Следственного управления ВКонтакте нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок, сообщений о преступлении и расследовании уголовных дел, находящихся в производстве следователей. Также гражданам предоставлена возможность высказать свое мнение о работе сотрудников ведомства, сообщать иную значимую для работы следователя информацию. Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени. В Калужской области страница социального ведомства в социальной сети ВКонтакте называется «СУСК России по Калужской области». Найти ее можно по ссылке, указанной на экране. Обзор происшествий за 2 апреля мы начнем с аварии, которая случилась на проспекте Маркса. По оперативным данным, столкновение произошло в 10 часов утра. Как пояснил владелец автомобиля марки Рено, его подрезала машина, марку и номер которой он не запомнил. Мужчина попытался уйти от удара и в итоге иномарку занесло. Она врезалась в дорожное ограждение, сломав две детали, и вылетела на встречную полосу. На счастье владельца в это время там не было машин. Водители-пассажиры на марке практически не пострадали и от госпитализации отказались. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего. Около полудня в районе северного въезда в город на участке с круговым движением столкнулись два грузовых автомобиля марки «Газель». Водитель за рулем белый остановился пропустить поток транспорта, а владелец машины фиолетового цвета, к сожалению, не заметил стоп-сигналы впереди идущего транспорта и допустил столкновение. Разбавил очереду дорожных происшествий сообщение о краже. Уже настает пора теплых деньков, и статистика краж велосипедов с каждым разом все пополняется. Этим же днем в Обденске был зарегистрирован новый подобный случай. Девушка, которая проживает вот в этом доме на проспекте Ленина, оставила на длительное время своего двухколесного друга без присмотра на лестничной площадке между первым и вторым этажом. А неизвестный воспользовался подвернувшимся случаем и, перекусив тросик, похитил спортбайк. Владелец ждал неприятный сюрприз, ведь сезон только начинается, да и велотранспорт был очень дорогой. Со слов потерпевшей, предыдущим вечером он еще стоял на месте. Полиция предупреждает жителей и гостей города. Во избежание подобных случаев не оставляйте личные вещи без присмотра на улицах или в подъездах жилых домов. Также в минувший вторник за попытку кражи сотрудниками полиции был задержан мужчина. Он зашел в сетевой гипермаркет на проспекте Маркса, взял с полки бутылку коньяка, три палки колбасы и два кусочка сыра, спрятал все в куртку и, не оплатив товар, решил покинуть торговую сеть. Это заметили бдительные сотрудники охраны. При проверке обнаружили похищенный товар и сообщили об инциденте в дежурную часть. Задержанный был доставлен в полицию. Расследование этого дела продолжается. А ближе к вечеру около 18 часов на проспекте Маркса, 56, произошла авария, которая чуть было не обернулась трагедией. По словам владелицы автомобиля марки «Вольво», она остановилась перед зоной пешеходного перехода пропустить людей. И неожиданно произошел удар в заднюю часть кузова от иномарки «Рено». Водитель такси, который двигался следом, не заметил стоп-сигналы впереди идущей машины и, стремясь избежать удара, выкрутил руль. Однако машина по касательной все же ударила «Вольво», а затем опрокинулась на крышу. По счастливому случаю пешеходы успели пересечь проезжую часть. Водители тоже отделались лишь царапинами и испугом. На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригады скорой помощи. На момент разбирательства данного инцидента движение на этом участке дороги было затруднено. Пятое отделение МРЭО ГИБДД ОМВД Покалужской области напоминает гражданам о том, что обратившись через госуслуги для обмена и первичного получения водительского удостоверения, вы можете получить скидку 30% за оплату госпошлины, а также выбрать удобное для вас время. 3 апреля обгинские правоохранители занялись расследованием обстоятельства кражи, которая произошла на улице Гагарина. По словам заявителя, в первой половине дня он находился в одном из отделений почты, а после отправился в ближайший магазин за продуктами. Каково же было удивление пенсионера, когда он не обнаружил в сумке кошелька. Дедушка сообщил, что в нем находились банковская карточка и деньги в размере 7 тысяч рублей, которые он только получил на почте. Возможно, что весомую помощь в расследовании этого дела полицейским помогут записи с камер видеонаблюдения. И снова о происшествиях на дорогах. В 11 часов на улице Белкинской, 44, было зафиксировано небольшое ДТП. По предварительным данным, водитель маршрутного такси решил объехать трактор справа, но не рассчитал дистанцию и допустил столкновение. Скорость транспортного средства была небольшой, поэтому ни водители, ни пассажиры микроавтобуса не пострадали. В 15.30 по адресу Киевское шоссе 37 случилось досадное дорожное происшествие. Водитель за рулем длинномера, выезжая с территории предприятия, задел фару припаркованного на стоянке автомобиля марки «Датсун». Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия и оформили протокол. Буквально через полчаса ДТП произошло на проспекте Маркса. Владелец автомобиля марки «Шевроле» остановился перед зоной пешеходного перехода пропустить человека. Следовавший за иномаркой водитель грузовой «Газели», видимо, не ожидал такого маневра и в итоге протаранил заднюю часть кузова машины. Участники аварии не пострадали, и пешеход покинул место действия без травм. Начальник УМВД России по городу Обнинску Сергей Воронежский провел встречу с педагогическим составом лицея «Технический». Тема профилактической встречи – взаимодействие учебных заведений с правоохранительными органами. Сергей Сергеевич довел до педагогического состава информацию о состоянии подростковой преступности. Обсуждая тему, главный полицейский наукограда разъяснил алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в учебном заведении. Рекомендовал участникам встречи проводить разъяснительную работу о недопустимости употребления алкоголя и наркотиков. Выступая перед аудиторией, начальник УМВД привел примеры основных видов и способов мошеннических действий. Рассказал, как не стать жертвой мошенников, рекомендовав проявлять бдительность при заказе товаров через интернет, не впускать посторонних граждан в квартиры, которые могут представляться сотрудниками социальных служб. Участникам встречи были розданы профилактические памятки, внимание мошенники. Подобные профилактические мероприятия проводятся с трудовыми коллективами различных предприятий, организаций и учреждений города на постоянной основе. Жители Обнинска могут не только узнать об оперативно-служебной деятельности полиции, профилактике преступлений и правонарушений, но и обратиться за консультацией к руководству территориального органа. 4 апреля около 10 утра в торгово-складском комплексе «Меркурий-Обнинск» обокрали женщину. Как утверждает потерпевшая, из ее сумки, пока она ходила между палатками, пропало более 60 тысяч рублей. Сумка все это время оставалась открытой, и, видимо, по этой причине украсть из нее деньги не составило большого труда. Другая кража произошла в этот же день в одном из офисных зданий на Киевском шоссе около полудня. У сотрудницы из сумки, пока она отошла по делам, похитили 3 тысячи рублей. При этом и сумка, и кошелек остались на месте. Как выяснилось, посторонние лица в помещении не появлялись. Поисками вора уже занимаются сотрудники полиции. СНДТП или другого происшествия сделайте видеосъемку или фотографии, отправьте в группу Viber, либо администраторам этой группы. За материалы, которые войдут в эфир программы, на ваш мобильный телефон будет произведена оплата в размере 200 рублей. Наш телефон Viber, плюс семь девятьсот пятьдесят три, четыреста шестьдесят девять, сорок один девяносто один. Берегите себя и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА